Так как биткоин упал в конце этого месяца, сейчас самое время сесть в этот поезд и купить биткоин, чтобы он взлетел еще выше. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы ты ни был, кем бы ты ни был, спасибо, что смотришь мои видео. Меня зовут Джереми да Винчи, я нахожусь в трубе 555 и остаюсь в живых здесь в Дубае. Я надеюсь, что у тебя все хорошо. О, мальчик, знаешь что? Это будут последние несколько недель в этой студии. На самом деле я собираюсь перенести всю свою студию на новое место. В настоящее время я занимаюсь этим не у себя дома, но на следующей неделе я собираюсь переехать в другое место и на самом деле уберу все это и займусь чем-то совершенно другим. Это, вероятно, займет некоторое время. Но да, именно в этом и заключается цель. Все в порядке. С учетом сказанного, у нас есть интересное шоу для вас, ребята. Мы собираемся рассказать обо всем, что происходит в новостях, а затем в конце шоу немного рассказать о себе. И у нас есть кое-какая удивительная информация, так что не забудьте задержаться и посмотреть технический анализ. У нас есть кое-что очень интересное для вас, ребята, чтобы помочь вам в ваших сделках. Так что обязательно посмотрите и это. А если у вас нет учетной записи Bibit, то чего же вы ждете? Не так ли? Я являюсь участником партнерской программы Bibit с 20 лет. Давайте посмотрим здесь. На самом деле это был 2018 год. Да, именно 2018 год, и с тех пор они стали биржей номер один, которую я рекомендовал. Так что да, зарегистрируйся прямо сейчас, перейдя на Bibit. Интернет-магазин DaVincij15, ссылки в описании ниже. Также не забудь получить какое-нибудь удостоверение личности РНС. Интернет-магазин DaVincij15. Я буду на церемонии награждения в сфере криптовалют. Она проходит в Украине, в Киеве, но я туда не поеду. Я буду онлайн. Так что если вам интересно, обязательно посмотрите, я буду там выступать. Также я буду на blockchain-defeasleaf.com. Прежде чем мы перейдем к новостям, давайте поговорим о мем-коинах нового поколения. Хорошо? Мы видим, что они растут, верно? А еще у нас есть PayPay, верно? Немного отстал, но это ваш шанс. Ваш шанс настал, верно? Не упустите эту возможность взлететь. Все будет зависеть от биткоина. То же самое Sorg, верно? У вас есть шанс. Вы нащупали дно. И посмотрите на Medieval Empath. Вы получаете Medieval Empath со скидкой. Так что обязательно посмотрите. Waffles взлетает, верно? Она покинула здание, верно? Она взлетает. Как я уже говорил, как только мы поднимемся выше, все будет в порядке, и мы выйдем из этого района. Вам нужно было покупать здесь. Вы думаете, ладно, может мне стоит купить там? Да, вы упустите оставшуюся часть подъема. Не упустите ее. Не упустите, иначе пожалеете. Верно? Не будьте. Не будьте. Не будьте в растерянности, наблюдая, как растет цена, а потом смотрите на меня. Ладно, давайте перейдем к новостям. У нас есть сводка по ссылкам. Она также есть в группе Telegram, так что вы можете посмотреть ее в описании ниже. Золото, еще один день, еще один рекорд, шестой подряд, рост на 30% с начала года и лучший показатель за весь век. Ну что же, похоже, что золото наконец-то начало расти на фоне инфляции. Это произошло только потому, что золото контролируется теми, кто его добывает, но они не могут контролировать его вечно. Например, когда они напечатали кучу денег, они снизили цену на золото, но люди все равно его покупают, и они могли это делать до определенного уровня, понимаете? Как только люди начинают физически забирать золото домой, они вынуждены постепенно повышать цену, чтобы спрос и предложения оставались на прежнем уровне. Так что они это делают. Они позволяют золоту расти, простите, не биткоину, а золоту. Но биткоин тоже скоро войдет в этот лагерь, но сейчас, пока его предложение ограничено, они не могут этого сделать. В то время как золото выигрывает, биткоин выигрывает даже больше, чем все остальное, верно? Вы можете видеть, что за последние 4 года его годовая доходность составила 51%, в то время как у золота всего 7%. Что на самом деле меньше инфляции, верно? S&P дает вам чуть больше, чем инфляция, не так ли? Я думаю, что это где-то от 10 до 12%, может быть даже больше. А великолепная семерка вообще превосходит их. Итак, биткоин находится под угрозой, поскольку интерес инвесторов ниже, чем на медвежьем рынке. Да, да, это правда. Ладно, инвесторы ожидают, что биткоин продолжит расти и достигнет уровня 70%, но это может занять больше времени, поскольку общее настроение рынка не совсем оптимистичное. Хотя в этом есть доля правды, можно сказать, что есть много богатых людей, скупающих биткоин. Биткоин, например, теряет интерес инвесторов, и объемы поиска по нему ниже, чем на самых сложных пивных рынках, согласно данным, которыми поделился Алекс Беккер. Да, это правда. Но как только биткоин вырастет, потому что, знаете, крупные игроки скупают его, пытаясь заставить всех покупать. Нет, 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 не покупайте. Это плохо. Это плохо, и именно это пытается донести до вас этот парень в своей статье. Это плохо. Не покупайте. Он падает. Никому не интересно. Да, обычному человеку, наверное, не интересно, верно? Потому что вы видите это по всем моим показателям, и люди не смотрят. Люди уходят, потому что думают, что все кончено. Но именно тогда, когда произойдет термоядерный взрыв, они прибегут, когда цена будет намного выше. Аналитики поисковых трендов отмечают, что хотя крипто-сообщества настроены оптимистично, более широкие рынки остаются в стороне. Судя по таким показателям, как данные YouTube и Google, интерес к криптовалюте остается на уровне, который Бекер называет худшим, чем на медвежьем рынке. Да, это правда. И так будет продолжаться. Но как только биткоин вырастет, потому что мы закрываем сентябрь, а сентябрь запомнится на уровне 11%, может быть чуть меньше. Но это будет зеленый месяц. А когда бывает зеленый месяц? Вы видели, что происходило, когда у нас были зеленые месяцы в прошлый раз. Здесь все будет зеленым. Ну, в то же время количество активных адресов Ethereum упало на 43%. Что происходит? Боже мой. Ну, данные из блокчейна показывают, что за последние три месяца активность в сети Ethereum заметно снизилась, а количество новых активных адресов резко сократилось. 27 июня количество новых активных адресов в сети Ethereum выросло на 138,62, а затем резко упало до 89 в первой неделе июля. В августе объем колебался между 80 и 90, но в конце месяца снова подскочил до 100. Ну, это все равно хорошо. Но тем не менее, я думаю, что Ethereum хороший продукт, но я думаю, что сеть на самом деле не так сильно сокращается из-за шардов. И у них есть много мест, где люди могут, например, торговать на базе, верно? Они учитывают базу. Они учитывают оптимизм. Хотя это не прямая сеть Ethereum, о которой вы знаете, это место, где вы торгуете, и это все еще Ethereum. Так что будьте осторожны, хорошо? Ethereum, возможно, не умирает, как они любят говорить. Ладно, сегодня мы будем говорить и делать кое-что. Обязательно зайдите на Bibit. Ссылка на davinci15.com есть в описании ниже. И посмотрите на это. Мы решили, что хотя это было немного страшно, мы все равно будем держать эту сделку и посмотрим, где мы ее взяли. Ну, мы думали, что это будет обычный стоп-лосс примерно здесь. И мы решили, что нет, нет, я не собираюсь этого делать, я не собираюсь соглашаться с этим, потому что если посмотреть на график, я не собираюсь соглашаться с этим. Потому что всегда есть возможность подняться выше, и это для меня загадка, почему я должен это делать, пока не увидел эти тепловые карты. Тепловая карта показывает, где есть ликвидность, и она была здесь, прямо до этого момента. Теперь мы поднимаемся выше, еще немного выше, чтобы захватить больше ликвидности, но это не сработало и цена упала. И вот как мы нашли нашу сделку. И вот мы уже в сделке, и все идет хорошо. Похоже, мы можем взять это, давайте посмотрим, потому что если мы сделаем откат по Фибоначчи, то увидим, что цена вернется к 61, вплоть до 61. Но мы не будем жадничать, мы будем держаться на уровне примерно 0,236, и посмотрим, что будет. Если цена опустится еще ниже, мы, вероятно, найдем еще одну точку входа, и будем искать ее с помощью этой торговой разницы. Похоже, что еще одна точка входа может быть в районе 60 тысяч, но если добавить больше информации, интенсивность в этой области не очень высокая, верно? То есть это не красный цвет, значит нет гарантии, что эта сделка будет закрыта. Они будут заполнять эту ликвидность, идти за этой ликвидностью, потому что там ее не так много. Ну что же, если посмотреть на эфириум, то можно увидеть, что он падает. Я говорил вам, ребята, что он выглядит немного медвежьим, и вот мы пробиваем уровень и да, посмотрим, как будет развиваться эфириум. Я думал, что он скорее всего упадет и пробьет уровень 2400, чтобы посмотреть, отскочит ли он оттуда. Ну что же, на этом все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Я отвечу на несколько вопросов в конце программы, если они появятся в чате, и да, спасибо, что посмотрели. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok